Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, президент Татарстана Рустам Мениханов и председатель правительства республики Ильдар Халиков посетили Казанский федеральный университет. Гости познакомились с инновационной инфраструктурой и с людьми, которые ее создают. Рассказывая о работе университета, ректор КФУ Ильшат Гафуров обратил особое внимание на необходимости дать университетам право на создание совместных предприятий. Для университета нового поколения это является важным условием. О том, как выстраиваются взаимоотношения ученых химического института с промышленными предприятиями, рассказывали сами ученые. Кроме того, у нас в лаборатории, которая занимается созданием новых технологий нефтной добычи, есть договора «Стать нефтью» с «Лукойлом», компанией «Ретек», компанией «Зарубежнефть». Сегодня мы заключили предварительное соглашение с компаниями «Экопетроль» в Колумбии, Петрощайно в Китае. То есть там идет широкий выход на промышленность. Особенность химического института КФУ заключается в его направленности на решении задач множества подразделений Казанского университета. Здесь работают фармацевты. Здесь же разрабатываются новые катализаторы для химической промышленности. Идут поиски новых способов синтеза неизвестных соединений и определяются химические свойства веществ. И сегодня у химического института огромный потенциал на самом деле. Это и инфраструктура, здания, лаборатории, это колоссальное оборудование. Опытные специалисты, доктора наук, академики, доценты. То есть там из 200 с лишним человек, которые там работают, это около 50-40 с лишним процентов доктора наук. Понимаете? Показать весь объем научных разработок за время краткосрочного визита Михаила Бабича было нелегко. Однако всего увиденного было вполне достаточно, чтобы составить общее представление о потенциале и динамике института. А с учетом междисциплинарности реализуемых здесь проектов, я Казанскому федеральному университету в целом. Аделья Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз.